Признайтесь, вас тоже иногда бесят ученики. Моя история про ученика Хама из прошлого выпуска дала большой резонанс среди моих зрителей. Поэтому я решила развить тему и собрала подборку топ-скандальных учеников и как с ними работать. Все персонажи вымышлены, любое сходство случайно. Слушайте, ну что-то много вы мне заданий задаете. Вообще не понимаю, зачем они нужны. Будем честны, они неэффективны. Я вообще не понимаю, вот это вот present simple, present continuous, занятие в занятии, зачем мы это делаем? Мне вот на работе надо имейлом перекинуться с коллегами и с начальником. Вот давайте этим и будем заниматься. Мы изучаем грамматику для того, чтобы грамотно формировать предложение и четко доносить свои мысли до собеседника. Отработать грамматические конструкции и привыкнуть к ним можно, выполняя упражнения. Они помогают нам закрепить пройденный материал. А домашние задания выполнять нужно, если вы хотите добиться желаемого результата. Вот в такие моменты я просто не знаю, что делать. Вы знаете, я бы хотела с вами поговорить о нашей программе. Мне кажется, она не очень интенсивная. Мне бы хотелось ее немножечко обинтенсивить. Потому что на днях я стояла возле магазина, и у меня какой-то иностранец что-то спросил, а я вот как там пройти вот это вот все. Я вот не помню, я немного растерялась. Поэтому я считаю, что надо программу нашу усложнить. Во-первых, у нас сегодня третье занятие. Во-вторых, чтобы усложнить программу, надо сначала заложить базу. Язык можно освоить только постепенно. Чтобы языковые навыки формировались, чтобы расширялся словарный запас, на это нужно время. Так что давайте запасемся терпением. Но мы можем увеличить время вашей домашней подготовки. Алло? Алло, я вам этот текст в казин скинул, надо перевести по-бырому. Это для работы. Я бы вот это сам сделала. Там много этих инженерных терминов. Мне еще вообще никогда этим заниматься. Давайте вы лучше это сделаете, окей? У меня сегодня, кстати, не получится. Давайте на завтра урок перенесем. Обожаю, когда со мной обращаются, как с подчиненной. Дорогой мой ученик, пожалуйста, предупреждайте меня заранее, когда переносите занятия. В противном случае мы с вами прекратим работать, потому что я уважаю ваше время и требую к себе того же. Насчет вашей просьбы. Я готова порекомендовать вам профессионального переводчика, чьими услугами вы можете воспользоваться. Чтобы задать вопрос настоящим простом, надо в начало предложения поставить вспомогательный глагол. Понятно? А как вопрос задать? Надо в начало предложения поставить do или does. Ваша очередь. Задайте мне вопрос. Я не поняла, как вопросы задавать. Вы мне не объяснили. Это была моя подборка сложных учеников. Мне кажется, я кого-то забыла. Напишите в комментариях, каких персонажей вы бы добавили в такой топ-лист. И расскажите, как вы находите общий язык со сложными студентами. И бывало ли у вас такое, что вам приходилось с ними расставаться? Как вы это поговорили? Напишите. Очень интересно. Ну и мой лайфхак напоследок. У меня есть условная система отбора учеников. Прежде чем начать совместную работу, я прошу их подробно расписать, зачем им английский, какие они цели перед собой ставят и так далее. То есть, чтобы минимизировать случаи «хочу того, не знаю чего». И перед началом подготовки программы мы с ними созваниваемся, и я с ними просто общаюсь. И уже на этом этапе я могу понять, с каким человеком мне предстоит работать. А еще в последнее время появилась какая-то совершенно особенная проблема. Когда наступила самоизоляция, многие ученики сказали своим репетиторам, что не хотят переходить в онлайн. Все по-разному это объясняли. Некоторые вообще никак не объясняли, просто занятия отменили и все. Дорогие учителя, если вы столкнулись с такой ситуацией, в блоге Sky Teach вышла статья про это. Ссылку для вас оставляем под видео. На этом не все. С вами была Настя и моя рубрика Handy Hacks. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал Sky Teach и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Stay tuned! Bye!